спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы первые выходные октября это не только середина осени но и дата всемирного и всероссийского дня ходьбы это один из главных мировых праздников здорового образа жизни далеко не всякий готов заставить себя бегать или тренироваться со штангой а вот ходьбой так или иначе занимается весь мир президент олимпийского комитета россии станислав позняков рассказал что в нынешнем году участвовать в дне ходьбы решились более 60 регионов страны почти все попытались привнести в праздник что-то свое помимо общей цели например в третьем крупнейшем городе россии новосибирске для участников ходового праздника проводили мастер-классы по кикбоксингу и логическим играм а в северном мурманске помимо обычной ходовой дистанции предложили пройти полосу препятствий специально оборудованную для прохождения родителями с детьми в петербурге местом проведения стартов стал приморский парк победы на крестовском острове участники собрались прямо у центрального фонтана и и сразу почувствовали как им повезло погода 1 октября оказалась идеальной для питерской осени а ведь не далее как днем ранее на город обрушивался ливень с мокрым снегом никакого ветра никаких осадков и яркое но не горячее солнце лучших условий для пешей прогулки просто не бывает петербургские ходоки проделали 5 километров по парку причем вся дистанция была проложена именно по зеленой части острова почувствую себя в лесу грибов на крестовском острове почти нет зато белок и уток полно ходоки могли идти как налегке так и со скандинавскими палками возрастные участники само собой предпочитали второй вариант они же соответственно стали самими яркими персонажами на разминке перед стартом танцы и ритмичная растяжка с лыжными палками это всегда впечатляет на открытии турнира выступили звездные петербургские атлеты в том числе трехкратная олимпийская чемпионка татьяна казанкина которая постоянно участвует в массовых стартах хоть летом хоть зимой на лыжах в палаточном городке турнира расположились две особых площадки для детского паркура и для сдачи норматива в гто в центре зоны гто гордо стояла гиря которая популярностью решительно не пользовалась любители бега все-таки не по этой части они больше любят упражнения на ноги а вот на детской полосе препятствий все утро было шумно и оживленно особенно по части зрителей которые ожидали своих ходоков на финише большинство участников забега не собирались ставить никаких рекордов но тем не менее судя с людей за прохождением дистанции ходьба это не бег в ней строго запрещено переходить на фазу полета когда обе ноги в воздухе ходок постоянно должен одной ногой упираться в землю неопытных спортсменов это правило часто сковывает но бывалые ходоки всегда могут показать свою полную мощь в это трудно поверить но опытный ходок двигается в среднем гораздо быстрее любого бегуна бегун устанет и выбьется из сил а ходок будет ритмично идти идти и идти к финишу как обычно на подобных стартах всех финишеров ждала памятная медаль а также вода и легкая пища но еще победный коридор из девушек с мампонами на финишном створе очень приятные подарки но главное в подобном турнире всегда участие каждый может почувствовать себя спортсменом преодолеть свою лень и увидеть свои дальнейшие цели и обязательно спортивные а главное не забывайте ходьба и плавание самые полезные виды спорта и самые доступные что характерно и и Субтитры подогнал «Симон»